В 16-й раз в Твери проходят Менделеевские чтения, конкурс исследовательских работ школьников и студентов. Свои проекты на суд жюри представили юные ученые со всех районов Верхнего Ужи с подробностями. Наш корреспондент Наталья Чекет. Этот год для конкурса особенный, ведь отмечается 185 лет со дня рождения Дмитрия Менделеева и 150 лет со дня открытия периодического закона. Организатором Менделеевских чтений по традиции выступает Тверской госуниверситет. Всего в этом году на конкурс подано около 200 заявок. По итогам отборочного тура прошло только 150 исследовательских работ. Очень много заявлено, конечно, на химическую секцию, но работы все в основном практические работы. Ребята делают, в общем-то, такие научно-исследовательские уже мини-работы. Мы уже по праву гордимся этими ребятами. Почему? Потому что это будущее, будущее нашей науки, будущее нашего образования, будущее нашей медицины, это будущие ученые, может быть, даже и академики. Совсем маленькие ученые и исследователи выступают в секции «Юные таланты». Так ученик четвертого класса Никита представляет экологический проект «Вторая жизнь пластика». Он будет перерабатываться и использоваться заново. А почему ты выбрала именно экологический проект? Потому что, мне кажется, это лучше всего, чтобы очистить землю. Участие в конкурсе принимают и воспитанники Суворовского военного училища Твери. Михаил Вахрушев представляет свое исследование в секции «Физика». Его проект заключается в разработке материала для использования на подводных лодках. Под водой ультразвуковые волны не действуют, и поэтому нужен другой материал, который может их принимать. И поэтому я занимаюсь исследованием этих материалов. В каждой секции представительное жюри. Преподаватели высших и средних профессиональных учебных заведений, учителя, сотрудники органов управления образования. Конкурс предоставляет студентам и школьникам возможность проявить свои знания и обрести опыт публичного выступления, что поможет им развиваться и расти дальше. Такие интеллектуальные соревнования, естественно, важны. Ребята ждут их с нестерпением, потому что в течение года, как минимум года, они готовятся к этому. Потому что нужно сделать практическую часть, социологический опрос, оформить все результаты, представить их своим коллегам. Поэтому для детей это очень-очень важно. По итогам Менделеевских чтений будет выпущен сборник тезисов. Для многих школьников и студентов это повод для гордости. Ведь для них это первая серьезная публикация.